Проблема Хилбудия. Дело в том, что Хилбудий это некий такой исторический персонаж, который упоминается о Прокопе Кисарийского, и в пользу какой-либо реальности данного персонажа может свидетельствовать надгробная плита, найденная в принципе недалеко от Константинополя, на которой было написано «Хилбудий, сын Самбатоса». Правда, эта надгробная плита датирована 559 годом, а сама история с Хилбудди происходила якобы чуть-чуть раньше. Если, в общем-то, брать данные из Прокопе и других источников, по сути дела единственным, кто о нем описывает является Прокопей, другие источники просто являются несколько проверочными, чтобы сверять вообще события, которые тогда происходили в Восточной и Южной Европе. И другими словами, события, которые тогда происходили в Западном Причерноморье, между Ангской державой, Славянской конфедерацией и Византией. Тем не менее, все равно Прокопий у нас единственный источник. И, согласно Прокопию, Хилбудди был византийским полководцем очень знатного происхождения и очень приближенным к Юстиниану. Был его родственником, вероятно, младшим. И, вероятно, в этом плане он подобен Герману, который также некоторое время руководил военными силами Византии во Фракии. Подобен, ну, также другим аналогичным племянникам Юстиниана, которые упоминаются в войне с вандалами. Ну, и другим подобным людям. Так или иначе, считается, что приблизительно около 30-го года 6-го столетия нынешней эры, то есть около 530-х годов, он стал, в общем-то, начальником всех византийских вооруженных сил во Фракии. Фракия ныне территория Болгарии, то есть территория на юг от Дуная, которая заканчивается несколько севернее, собственно, уже побережья Константинополя и всего того, что издревле населялось греками, македонцами и всевозможными их сателлитами. Конечно же, можете и в Википедиях понаходить статьи, и карты, и все дела, так или иначе. Вот этот самый Хилбуди, около 530-го года, становится, по сути дела, генерал-губернатором Фракии, если хотите такую аналогию, и успешно отражает наступление славян, возможно, и антов. Дальше проходит время, приблизительно в 533-м году он был убит, собственно, в столкновении с теми самыми славянами, возможно, антами. Но, возможно, и не антами, а, собственно, славянской конфедерацией. Дальше, около 545-546-го годов появляется второй Хилбуди, которого также можно называть псевдохилбудием. Этот псевдохилбудий, в общем-то, поначалу живет в качестве одного из рабов у знатного славянина. Да, на тот момент славяне уже практиковали ограниченное рабство, но рабство выглядело не пожизненным, как у византийцев и других, а в рабство брались военнопленные, то есть представители вражеского войска, и рабство их составляло ограниченный срок. Как правило, это было около 10 лет, но этот срок мог или уменьшаться, или увеличиваться, в зависимости от разных обстоятельств, от урона, нанесенного, или в том сражении, или, собственно, самим человеком, и от многих других нюансов. И вот Хилбуди, получается, 12 лет пробыл в рабстве у славян. И спустя этот срок другой раб того же хозяина, ну, точнее, пока еще другого хозяина, в общем, один из рабов антского хозяина, обращается к своему хозяину, собственно, и говорит, «Знаешь, там вот у славян в рабстве находится Хилбуди». А Хилбуди – это, собственно, византийский военачальник, весьма знатный. И если ты, как бы, этого Хилбуди выкупишь, ты его можешь потом задорого продать Византию. Ну, собственно, этот ант такой, почему бы и нет. Он выкупает Хилбуди, потом спрашивает, ну, ты шо, Хилбуди? Хилбуди ему говорит, что он рожден среди антов, что он ант по происхождению, и что в войне антов и славянской конфедерации он, соответственно, был пленен и обращен в рабство. А теперь, поскольку он возвращен на свою родную землю, то по тогдашнему антскому законодательству он становится свободным человеком. То есть, в антском законодательстве была норма, что если кто-то из антов был обращен в рабство другим народам, то по возвращению на родную землю он, собственно, восстанавливается в своем правовом статусе, как бы потому, что против антов он ничего не сделал. Наоборот, он герой, получается, для антской державы. Ну и да, в те времена между славянской конфедерацией и антской державой были столкновения. Столкновения в основном по поводу того, что славянская конфедерация объединялась исключительно вокруг идеи нежелания подчиниться антской державе. Антская держава стремилась подчинить себе, в общем-то, все остальные славянские какие-то общности. И вот многие из этих общностей не хотели подчиняться антской державе, потому что они знали, что если они подчинятся антской державе, то дальше им предстоит крупная война с Византией и, в общем-то, как бы, по сути, возрождение империи Аттилы. То есть, придется стараться, придется трудиться, придется бороться. А многим хотелось просто спокойно пожить, посношаться, поплодиться, детушек повыращивать. И нафиг все это надо. И выходит, не желая воевать с истинным врагом, они воевали, собственно, с своими сородичами. Однако, все же ввиду, ну, естественного родства, анты и славяне периодически, как бы, находились в мирных обстоятельствах сосуществования. Поэтому, собственно, знатный какой-то ант вполне себе мог прийти в землю славян, выкупить там какого-то раба и привезти к себе на родину. Собственно, если хозяин того раба знал, что его раб является антом, то он мог даже, как бы, так и предполагать, что, собственно, его выкупают для того, чтобы вернуть на родину и чтобы он стал свободным. Как бы, тут, ну что ж, тут никаких, не знаю, нюансов не было. Никаких, когда мир, тогда мир. Когда война, тогда война. Поэтому история звучит, в принципе, отчасти логично, отчасти нет. Еще дальше у Прокопия, вот этот Хилбудий, уже в состоянии Хилбудия-2 или псевдо-Хилбудия, вот этот Хилбудий обозначен как юный человек. Хотя, как бы, он только 12 лет пробыл в рабстве. И даже, ну даже если предполагать какую-то хронологическую ошибку, например, предположить, что события с псевдо-Хилбудием, то есть второе пришествие Хилбудия осуществилось, например, не в 40-х, а в 30-х годах, тогда все равно получится, что он как минимум 2 года пробыл в рабстве. Если предположить, что он 2 года пробыл в рабстве, до этого 3 года он руководил Фракией в состоянии, ну, на более модерный лад, генерал-губернатора Фракии. И так уже как минимум 5 лет. 5 лет возникает вопрос, а во сколько же лет минимально он мог стать генерал-губернатором Фракии? Даже если это какой-то дружок императора, даже если это какой-то его племянник, внебрачный сынок, которого переименовали в племянника, как любили римские императоры, а потом римские папы, даже если что угодно, ну как бы, пусть он одаренный, пусть он там, не знаю, с рождения у него какие-то были навыки, вот князь Святослав, по сути дела, хотя бы символически руководил своим войском, даже в самой ранней юности. Но с другой стороны, то князь Святослав, и он важен как символ, что вот он осуществляет военное действие против врага. Даже если он просто метнет копье, типа, в пустоту, но в сторону врага, то для остальных это уже будет знаком, что надо в ту сторону воевать. Князь Святослав это чуть другое, а у византийцев такого не было. Прокопий Кесарийский вот такие обычаи описывает именно за гуннами, а не за византийцами. То есть предположить, что какого-то десятилетнего, почти еще ребенка назначили генерал-губернатором Фракии, предположить, что он три года успешно отражал, соответственно, нападение славян, и даже самолично руководя войском выходил, собственно, их догонять с рейдами их земли, это крайне маловероятно. Каким бы он ни был, но если бы как императорского какого-то протеже его и отправили на такую должность, были ситуации, допустим, в Западной Римской империи, когда тот же Гонорий приходил к власти, и отец ему назначил, собственно, помощники и наставники стелехона. Который был вандалом по происхождению, но уже несколько поколений его предки служили Римской империи. Вот по идее, если и тут, допустим, сам этот царский наместничек, такой себе, как бы еще малый, но ему, допустим, назначили нескольких таких вот полководцев, помощников, наставников, то они бы вели атаку, а не он лично. Он сидел бы где-то в крепости и говорил бы им, воюй туда, воюй сюда, не знаю, там, давай играться, давай там развлекаться как-то там или еще что-то. Я не знаю, что бы говорил относительно молодой византиец, имея у себя в подчинении кучу народа и так дальше. Притом, Прокопий Кесарийский не говорит, что вот этот Хельбудий, будучи даже очень юным, все же, не знаю, все же как-то был великим гением, военным стратегом, крепким там. Может быть, что и в 13 лет какой-нибудь человек и ростом, соответственно, как уже на 18 будет выглядеть, и склонен к другим каким-то штукам, что-то такое могло бы быть, по идее, но это было бы чем-то незаурядным. И Прокопий, как историк, как мыслящий человек, на такую незаурядность должен был бы обратить внимание. Но Прокопий ни о чем таком не пишет. А значит, логично предположить, что такого не было. И логично предположить, что, собственно, сам первый Хельбудий, или Хельбудий в первом пришествии, был, может быть, и не старым, может быть, даже и молодым, какими-нибудь там 20-летними, или что-нибудь в таком духе, но все равно уж никак не юным. Ну и, соответственно, около 33-го года, 533-го года, он предположительно погибает. А дальше, на 45-46-е годы, есть второй Хельбудий, который юный. Собственно, с 33-го проходит 12 лет. А это значит, что если первый Хельбудий не был убит в той битве, а был взят в плен, возможно, также был взят в рабство, то он мог там со временем показать свою ценность, может быть, даже очень быстро доказать свою ценность, доказать свои знания. И служа андской державе, вполне себе мог заслужить свободу, взять в жены местную, какую-то даже весьма знатную андскую женщину. И это все могло быть очень скоропостижно, потому что в ходе каких-то военных столкновений, допустим, с какими-то осколками Готов, Гепидов, или даже Славянской конфедерации, или каких-нибудь Авар, которые тогда уже начали свои поползновения против антов, еще кого-нибудь, там, короче, было с кем сражаться. И что если вот буквально в тот же год, когда Хельбудия берут в рабство, в рабство, военный плен, как хотите, так это воспринимайте, так или иначе, берут в плен Хельбудия, и тут буквально через пару дней на их поселение нападает враг. Они этого Хельбудия достают и говорят, слушай, сейчас враг такой идет, он и нас, и тебя, и всех. Давай, как бы, если ты нас, как бы, громил и все вот это делал, давай помоги, потому что и сам сдохнешь, и мы сдохнем, как бы. А так свободной будешь, в Византию свою вернешься. Фиг там с тобой, ты нам, как бы, это, свободной иди куда хочешь. Ну и, соответственно, он, если реально, как бы, был таким качественным, что по свидетельству Прокопия Кисарийского, буквально на нем держалась вся византийская оборона Фракии, то, возможно, он и тогда, собственно, помог славянам придумать какой-то план, не знаю, позвать на помощь, может быть, даже каких-то ромеев, или как-то договориться с врагом, или еще что-то. То есть, все-таки, как человек, который был византийским генерал-губернатором Фракии, у него были идеи, было понимание в разных военно-политических штучках. А если он успешно воевал со славянами три года, то и разнообразные размышления о слабых, сильных сторонах славянской и анской защиты и обороны сто процентов у него были. И сто процентов он весь багаж своих знаний, навыков, опыта, умения, склонностей мог использовать именно для того, чтобы помочь отразить предполагаемую атаку на тех, кто его поработил, и тех, кто предложил ему таким путем свободу. Ну, а дальше, как бы, может быть, и он такой сказал, что не особо хочет уходить, как бы, или его не особо захотели отпускать. Не знаю, как там было на самом деле, но так или иначе, вероятнее всего, что относительно скоро он доказал свою качественность. У него состоялся брак с местной женщиной, предположительно знатной, и, соответственно, он зачал сына. Сына, вероятнее всего, назвали так же само Хиллбудзей. У славян это не особо норма, но и не что-то воспрещенное. К тому же, возможно, это имя выбрали специально, чтобы подчеркнуть, что это сын такого вот незаурядного человека, поскольку, если бы его назвали каким-то славянским именем, то это сразу сделало бы его обычным, соответственно, антом, а так это всё-таки сын Хиллбудзи, также будет Хиллбудзием. Ну, возможно, его назвали и не Хиллбудзием, а потом просто так случилось, тут уже не знаю. И вот как раз, если предположить, что второй Хиллбудзи был сыном первого Хиллбудзи, то история плюс-минус сложится. Сам первый Хиллбудзи, возможно, погиб в той же самой битве, в которой взяли в плен его сына. Только на этот раз уже не анты, а славяне. Но с другой стороны, видимо, как бы... Хотя что, тогда молодой Хиллбудзи должен был сражаться уже, соответственно, в каких-нибудь там 12... В 11 лет буквально? Маловероятно. Но с другой стороны, почему бы и нет, если речь шла буквально о поголовном каком-то ополчении, или если войска Славянской конфедерации специально атаковали, в частности, допустим, место, где жил Хиллбудзи, возможно, для того, чтобы ему отомстить за какие-нибудь прежние его рейды против славян, или когда он был еще византийским полководцем, или когда он уже стал андским полководцем. Так что такое что-то также, в принципе, возможно. И, соответственно, он попадает в рабство. Он знает латинский язык и какие-то знания, которыми предположительно должен был обладать настоящий Хиллбудзи, ну, то есть, первый Хиллбудзи, потому что он его сын, это естественно. Возможно, знает латинский язык не настолько, как бы, идеально, как если бы он вырос в Византии, но так или иначе. Отец сто процентов понимал, что его сыну знание латинского языка пригодится или для возвращения на родину, или для того, чтобы стать качественным андским полководцем, который будет громить потом, собственно, византийцев. Ну, и, соответственно, так сложилось. А тот ромей, который своему хозяину сказал, что давай выкупим этого человека, это Хиллбудзи, он мог или сам в действительности не знать всю историю, или, соответственно, мог намеренно, как бы, зная, что этот человек похож на своего отца, намеренно складывать такую вот штуку, чтобы, типа, а приведи его там, может, византийцы, как бы, хотя бы поначалу согласятся признать этого человека Хиллбудзи. Я не настаиваю на том, что вся история была вот ровно такую, как я ее сейчас излагаю, просто я ее сейчас пытаюсь перевести хоть в какой-то порядок. Иначе это полный бред, то, что есть у Прокопия, причем бред со всех сторон. Потому что дальше Юстиниан, в общем, дает Антам город и, в принципе, заключается, соответственно, частью Антов федератское, по сути дела, соглашение. А Анты, соответственно, как бы соглашаются, но ставят условие, что они будут федератами Византии только при условиях... Причем здесь речь идет не о всей Антской державе, а, допустим, о какой-то территориальной группировке Антов. То есть, о каких-то городах, которые находились на территории, не знаю, Южной Одессины или на территории Северо-Восточной Румынии, вот где-то в этом регионе. То есть, около реки Дунай, так или иначе. И Анты соглашаются и ставят контрусловие, что они будут федератами Византии только при том условии, что над ними начальствовать будет Хилбудий. И Хилбудий в этом случае не отказывался от того, что он Хилбудий, от того, что он, в общем-то, может над ними начальствовать. Соответственно, как бы с чего это, если бы он не был Хилбудием? Ну, а с другой стороны, если он и есть тот первый Хилбудий, то почему он юный, спустя 12 лет плена. Как бы, во сколько лет тогда, как бы его, ну, то есть, не складывается. Дальше. Этот Хилбудий отправляется в Византию. И там его убивает Евнух Нарсес. Предположительно, соответственно, под пытками заставив его признаться, что он не Хилбудий. Возможно, Нарсес, Нарсес мог это сделать, Нарсес такая гадость. Он и в других текстах про копия Кисарийского фигурирует. И, собственно, Нарсес, и Веризарий, и вся вот эта компашка Юстиниана. Это... Это еще те адские черти. Ну, ладно. Как бы... Вот такая вот история. Сама по себе история всего лишь история. И можно было бы на этом закончить. И, по сути, тут не говорится, что Хилбудий когда-либо, не знаю, как-либо был связан с Киевом. Но есть другая штука, которая, в общем-то, которая, в общем-то, портит всю историю. А это надгробная плита с надписью Хилбудий, сын Самбатоса. Эта надгробная плита датирована 559 годом и найдена рядом с Константинополем. то есть, как бы, это на фактически это у нас получается это у нас получается 559 год, а история с его нахождением и возвращением в Византию это 545-546 год, а история с его правлением Фракией это 530-533 год. Такая вот история. Такая вот история. А как бы его же Нарсес убил. Почему ему тогда спустя соответственно более чем 10 лет ставят надгробную плиту? Кто ему ставит надгробную плиту? Почему его называют сыном Самбатоса? Вопросы очень вопросительные. Возможно, это другой Хилбудий. Возможно, Нарсес не убил его, а как-либо всего лишь отпустил. Я не знаю, сказал ему, беги. Я не знаю, что там происходило. История весьма запутанная. С Самбатосом можно было бы также ничего не трогать, если бы было бы написано какой-нибудь Хилбудий сын Хилбудия или Хилбудий сын Хильдериха какого-нибудь. Хилбудий сын Хильдегерта. Хилбудий сын Теодахада там и так далее. Но тут Хилбудий сын Самбатоса. А Самбатос это то, как Киев был назван в труде Константина Багрянародного. То есть, таким путем получается, что получается, что тут Хилбудий сын Киева. если вот так это все сопоставить. Ну, такое себе. Как он мог стать сыном Киева, если предполагаем, что он был, ну, не знаю, допустим, сыном вот этого византийского полководца? Как он мог быть сыном Киева? Вопрос. Есть другая версия взгляда на всю эту историю. По другой версии, Хилбудий изначально и был одним из андских князей. Но, собственно, как тот же самый гуннобоспорский Гордос, как ряд других подобных князей, он отправлялся в Константинополь и там сдруживался, соответственно, с Юстинианом. Юстиниан, потом тот же самый Багрянародный и другие византийские деятели, они будут любить такую тему. О чем я же дальше говорю, если можно вспомнить историю даже с крещением княгини Ольги и всеми другими подобными темами, византийским императорам нравилось, когда они могут обратить христианство и таким путем поставить себе под контроль какого-нибудь соседнего правителя. Поэтому чисто теоретически, если бы Хилбудий был бы андским каким-нибудь правителем, и соответственно может быть он был изгнанный из своего народа, может быть как бы он наоборот пошел служить Византии для того, чтобы воевать против соответственно Славянской Конфедерации еще и с той стороны, для того, чтобы как раз андская держава с Византией достигла какого-то компромисса, и чтобы таким путем помочь андской державе подчинить остальные славянские народы. Такой вариант, такой вот многокодходовкой также нельзя исключать. В таком случае, ну, в действительности, по идее, он мог как бы, ну, не могу предположить, что он вообще был очень юным, но, по крайней мере, он мог быть достаточно молодым. И, собственно, побеждать славян он мог именно ввиду того, что, будучи антом, он хорошо знал тактики славянских воинств, а тут у него с одной стороны знание тактик славянских воинств, с другой стороны, возможности византийской армии, и все это так совместилось, что он хорошенько мог славян гонять и побеждать. Но до поры до времени, пока его не взяли в плен. Дальше, соответственно, смог ли он в действительности дать потомство и был ли второй Хельбудей по той реконструкции истории, которую я описываю, или нет, тут уже тоже вопрос вопрос вопросительный. С другой стороны, если предполагать, что на протяжении всей истории речь идет о одном человеке, то странной звучит фраза, что спустя 12 лет рабства он выглядел весьма юным. то есть, снова же. Хотя тут как бы не знаю. Тут как бы не знаю, что для кого юность, что для кого это самое. Например, лично мне некоторые люди делали как такое то ли замечание, то ли комплимент, что типа по мнению одних я выгляжу моложе, чем как бы чем по возрасту. По мнению других наоборот как-то там фразы, что у тебя взгляд как у старика или еще что-нибудь такое. То есть, по идее вот эти возрастные оценки со стороны могут быть и достаточно субъективной темой. что если человек не ожиревший там не закуренный не запитый не зассанный каким-нибудь гноем непонятным то по идее он выглядит более юным чем человек который насквозь прокуренный пропитый проспиденный и так далее. Поэтому может быть не знаю и тут какие-то такие нюансы также сложились. Может быть нет. Я эту историю не берусь вот так как бы досконально реконструировать потому что текста в рахманской традиции по Хельбуде у меня нет вообще. Если он где-то в каких-то летописях и был упомянут то я об этом даже и не слышал. И с точки зрения историографии рахманской традиции этот Хельбудей не имел никакого влияния на славянскую историю. Есть список важных андских правителей полководцев знати и всех других и имя Хельбудей там даже близко не упомянуто. С другой стороны тут может быть та же история что и с Аттилой где соответственно в одних текстах он упомянут так в других так. В текстах рахманской традиции он также не упомянут как соответственно Аттила а упомянут под славянским именем. Поэтому и не доказательство и не опровержение тоже существования Хельбудия. Ну и финал этого вопроса почему ему воздвигли надгробную плиту спустя там тоже получается лет 14 после его предполагаемой смерти. Может быть у него в Византии осталась какая-нибудь жена которая была родственницей Юстиниана и она будучи уже старушкой о нем вспомнила нашла его тело изувеченное злобным Нарсессом нашла похоронила плакала вспомнила что он происходил из славного города Киева и соответственно написала что это надгробная плита славного Хельбудия сына Самватаса то есть Самватаса Киева может может быть а может не быть история про Хельбудия и ее какие-либо интерпретации находятся на грани фэнтезии попросту говоря потому что сведений мало источник всего лишь один это Прокопий Кесарийский Прокопий Кесарийский молодец когда он какую-то историю знает буквально из собственных путешествий из собственного ну практически когда он историю слышал своими ушами видел своими глазами тогда он может эту историю описать достаточно неплохо он даже может приблизительно реконструировать что должен был говорить вражеский какой-то полководец неплохо описать поведение противников неплохо описать приготовление к каким-то битвам Прокопий в этом плане плюс-минус адекватный но весьма творческий человек когда он описывает то чем он свидетелем сам не был он описывал и некоторые нюансы на грани фэнтезии или какого-то бреда например он описывал что анты с одной стороны могут прятаться за мельчайшими какими-то какими-то камешками в хворости зарываться свернувшись калачиком а потом оттуда выпрыгивают хватают вражеского воина чуть ли не одной левой и несут к своему собственно византийскому начальству так он описывал в частности тех антов которые помогали ну собственно ромеем или были в составе ромейского войска против готов ну если не предполагать что они были человеками муравьями по аналогии с киновселенной Марвел то приходится предполагать что Прокопий сам не был свидетелем той истории и ему вот что-то как-то рассказали что да анты умеют там очень хорошо прятаться да они сильные и вот он взял и в одном сюжете описал и что человек может запрятаться за мельчайшим камешком и что он может другого человека буквально в руках принести не привести не как бы не взять в плен и заставить идти а принести в руках понимаете что значит нести в руках другого человека причем не ребенка даже не женщину какую-нибудь стройную а воина который видимо там не сказано что он его раздевал значит наверное еще и в доспехах которые весят тоже дофигище то есть ну как это так или человек сам очень компактный что может везде запрятаться и допустим приставить врагу меч к горлу и сказать пошли вот так возможно с другой стороны реально возможен какой-то весьма громоздкий человек который по идее может и как-то чуть ли не в руках принести врага хоть это и сложно и вообще-то как-то даже бессмысленно так или иначе но таких человеков всегда мало и такой человек уж точно чисто физически каким бы он там ни был знающим умелым все он не может запрятаться так чтобы его не заметили потому что если он даже обсыпется хворостом или чем-то таким то будут видеть что какая-то подозрительная куча чего-то и к этой подозрительной куче не подойдут потому что может там один какой-то вот такой великан а может там два-три с луками стрелами которые сейчас расстреляют четвертуют и колесуют поэтому тут тоже как бы да у Прокопия есть проколы но по большому счету Прокопий описывает истории плюс-минус адекватно поэтому поэтому историю остается исследовать но история пока как бы не дает какой-то исторической сенсации историческую сенсацию из этого упоминания пытаются сделать например с ассоциировав данного Хельбуди с Кием из собственно летописей и славянских преданий пытаются сказать что Хельбуди это вариация слова Киев Будувать или Киев Будет что является вообще нелепым бредовым и так далее и вообще если так то давайте поразмышляем над именем Хельбуди и над тем мог ли первый Хельбуди быть Антом по происхождению я считаю что маловероятно и если и иметь какие-то Антские корни то как минимум частичные а наполовину он должен был быть соответственно кем-нибудь Готом возможно Герулом или Гепидом но никак не Антом у него нет классических Антских основ имени у Антов были имена в принципе в сармата иранском стиле типа Бош типа Аспоруг и так дальше и были длинные имена собственно в классическом ведическом стиле там какие-нибудь Всеволоды Всеславы Межемиры и так далее имя Хельбудий да двусоставное но не классическое и поэтому не подходит больше того имя Хельбудий имеет параллель даже с именем упомянутого в труде Прокопия Кесарийского война с вандалами Гелемера и при этом вот этот Гелемер имя которого можно читать и как Хелемир его имя более славянское по сути чем имя Хельбудия ну или как минимум ровно настолько же славянское как и имя Хельбудия на западе у франков у бургундов у всяко разных существовали имена собственно самые разные с корнем Хиль Хиль де Бранд который описанный в соответствующих германо-скандинавских источниках Хиль Перик и другие при том что Хиль или Хиль трактуется как в общем-то битва ну и соответственно что-то связанное с битвой есть вероятность что можно корень Хиль также ассоциировать с древним корнем Гиль то есть солнечное сияние но это уже несколько отдаленная трактовка более классическим в те времена по-настоящему было Хиль как битва и так получается имя Хиль Будди если предполагать что один его один его корень это битва другая что славянская Будди как битва битве быть ну допустим если в действительности он имел андское происхождение и если его отец также был андским полководцем и он хотел чтобы его сын вел в общем-то андские войска против врагов или каких-то бунтующих друзей с рождением сына он мог подумать вот сын есть битва будет то есть Хиль Будди могло так быть могло если сам он наполовину говорил на славянском наполовину на готском каком-нибудь протогерманском диалекте я не говорю что этого не могло быть просто и в действительности и готов на территории Украины и каких-то смешанных с времен германариха все-таки осталось немало поэтому как бы что-то такое быть могло вопрос если андская держава всегда стремилась к чистоте и к какой-то классичности что ли сказать то насколько вероятно что андский полководец называл бы своего сына на суржике очень маловероятно он бы счел такое дело вероятнее всего оскорблением скорее среди в общем-то западных народов хильдебод или хильбода такие имена известны поэтому по идее первичный византийский хильбузий вероятнее всего что и не имел никакого отношения к антам а именно был собственно византийским полководцем который имел возможно готское возможно вандальское чуть ли не франкское происхождение и реально воевал против славян против антов против всех кто тогда вторгался во владение византии ну а дальше видимо был взят в плен и и дальше вероятнее всего история так сошлась интересно что да в связи с этим хильбудием упомянут самватас то есть старинное название Киева кстати одно из старинных это то имя под которым Киев знала ранняя Византия до своего знакомства собственно с уже Рюриковичами византийцы знали Киев под именем самватас о чем свидетельствует и надпись о чем свидетельствует и Константин Багрянародный скандинавские саги знали Киев под именем Хольмгард там какие-нибудь другие под своими названиями почему некоторым людям хочется как-то привязать вот этого хильбуди к истории Киева да просто потому что это какой-то комплекс холопства им хочется истоки своей истории постоянно связывать с Византией и этот комплекс холопства у нас начинается с времен в общем-то принятия христианства потому что даже в ранних христианских текстах упоминалось что вот Кий который основал Киев вот он ездил в Константинополь и там был принят византийским императором и весьма подружился с ним и по идее для христианских летописцев вообще трижды плевать обмочиться и забыть было на то кем был Кий сам по происхождению для них было важно что вот он съездил к византийскому императору и типа вот тот его узаконил как бы ну потому что да они византийско ориентированные были для них Кий как собственно славянский князь который правит по законам предков по воле богов вообще ни разу не интересен а Кий как гипотетический подлизыватель византийскому какому-нибудь императору вот это да вот это их архетип это их прототип это то к чему хотели склонить в общем-то и даже Рюриковичей ветви Владимировичей хотя даже Владимировичей далеко не все и далеко не сразу и далеко не так относились к Византии они и митрополита в себе стали сами назначать по сути дела и очень быстро объяснили Византии что они правят в своей стране сами и не нуждаются в ее одобрении хотя да конечно все-таки с принятием христианства Русь стала по сути дела эквивалентом Хазарии в некотором смысле как партнера Византии в северном Причерноморье ну хотя все равно Русь и сохраняла свои интересы и где-то наоборот действовала против интересов Византии ну хотя хазары тоже не всегда действовали синхронно с Византией поэтому это это уже такое это уже наложение многих интересов многих векторов интересов которые разнонаправлены и которые так или иначе я как последователь рахманской традиции естественно знаю что Киев был основан около 7000 лет назад князем Кием в ходе Межебожной войны он несколько переделывался поэтому можно сказать 7-5 тысяч лет назад и дальше этот город в составе Киевградзе то есть обширного амфиктиония некоторое поселение которого были намного старше этой даты вот так Киев как в общем-то место где жили Киевычи потомки князя Кия божественного князя Кия Киев существовал и дальше но есть нюанс нюанс заключается в том что нынешняя историческая трактовка никак такую глубокую дату не вообще не ощущает даже не то что не соглашается с ней а даже нет каких-либо зацепок по которым можно было бы это в официальной трактовке вытащить единственный нюанс заключается в том что даже официальная историческая трактовка признает такое явление как археологические раскопки и вот по археологическим данным можно заметить что буквально на территории Киева поселения существовали еще с времен трипольской культуры и на территории Киева и вокруг Киева и по всей Киевской области если если уж так разбираться возможно за исключением самых северных мест там поменьше трипольских поселений а где-то в болотах и вообще не было ну так или иначе вокруг самого Киева и на юг и на запад там трипольских поселений до гибели с половиной и вот если дальше смотреть по истории у нас трипольская культура потом у нас уже возникают эпимолги так называемые кимерийцы потом у нас кифы потом у нас сарматы и на протяжении всех этих эпох со сменой титульной нации правящей северным причерноморьем территории Киева не становятся какой-либо пустыней где никто не живет там сохраняется археологическая преемственность пусть какие-то поселения разрушаются какие-то возникают чуть уже рядом какие-то чуть сбоку но так или иначе территория Киева заселена непрерывно заселена соответственно представителями последовательно сменяющихся культурно-исторических формаций наших предков и дальше если берем уже времена римской империи то на территории Киева и Киевщины даже на Подоле найдено огромное количество римских монет римских монет разных римских императоров и даже разных римских узурпаторов то есть торговля с римской империей ее всевозможными осколками осуществлялась чрезвычайно активная а мог ли Киев торговать с римской империей если Киева не было естественно что нет могли ли римские торговцы привозить свои монеты просто так в пустое место где нет города где нет ничего вот просто так привозить и там их терять в промышленных масштабах хрен его знает маловероятно но например могли бы если бы там существовало нечто типа Мекки и они ходили бы туда на поклонение и в ритуальных целях кидали бы монетку но если бы так то снова же Киев был бы тогда священным местом для римлян и об этом где-то было бы написано соответственно у самих римлян об этом не написано дальше на карте Клавдия Птолемея существует город Азагарий на месте нынешнего Киева географически соотношение Азагария с окружающими реками горами и всем что там изображено можно проверить и понять что это территория в общем-то где ныне находится город Киев Клавдия Птолемей первые века нынешней эры как раз в общем-то когда на территорию Киева Азагария и попадали в общем-то римские монеты в промышленных масштабах так уже понятней был Киев как по крайней мере региональный крупный центр существовал и тогда налаженный путь аналогичный пути из Варяг в Греки не доказано но все равно Киеву было чем торговать даже если иметь ввиду только окрестные Киеву территории и по Днепру вполне себе римляне могли подниматься закупать что им было нужно наши купцы могли ездить в Римскую империю оттуда привозить достаточно большое количество монет в ходе соответственно всевозможных торжищ в ходе всяких других процессов часть из этих монет оседала в культурном слое и позднее были найдены археологами естественно логично естественно логично дальше на протяжении условно говоря там третьих пятых веков третьих пятых седьмых веков Киев был связан с переселением народов которые в будущем будут известны как германцы истории которых войдут в германо-скандинавские саги и так позднее они даже позже будут знать что это именно тот город и соответственно так у них появляется название Киева как Хольмгард город находящийся на холмах древний Киев в действительности представлял собой ряд разрозненных небольших поселений между которыми могли быть какие-либо овраги какие-либо там балки черт пойми что речки небольшие озерца болотца но вот были холма на которых были поселения из которых состоял в общем-то киевский амфикционий в своей совокупности называемый самбатосом самбатос это уже то как Киев называли византийцы предположительно в четвертых восьмых веках нынешней эры самбатос происходит от славянского самхута самобутник самобутник самосущий то есть город который независимый с одной стороны с другой стороны город который самодостаточный почему такое возникло название ну потому что во первых в Киеве все было из-за того что Киев состоял из множества разных как бы разрозненных но объединенных амфикционий поселений это кстати та причина по которой археологи считают что там не было города и Толочка и другие вот эти археологи которые опровергают даже признанную в Советском Союзе дату что Киеву как минимум 1500 лет они ссылаются на то что долгое время фактически до Рюриковичей на территории Киева не было целостного крупного поселения а было множество мелких и вот они на это ссылаются говорят нет Киеву там тысячу с чем-то лет а не 1500 и конечно же не 7000 конечно же они будут ржать если им кто-то расскажет то что я говорю что Киеву 7000 лет они скажут ну да это фэнтезия это там неправда города не было ну были отдельные какие-то поселения но это же не город это отдельные поселения а вот как раз отдельные поселения в греческой терминологии и назывались термином амфекционий поначалу иудея которую считают там чуть ли не пупом земли также была амфекционием если уж так говорить состоялось множество мелких городов и киевский амфекционий он как бы был и разрозненным а с другой стороны все эти отдельные поселения имели между собой теснейшую связь и в одном из этих поселений были правители в другом жрецы а в третьем какие-нибудь кожевники в пятом кузнецы в четвертом кузнецы которые куют оружие в пятом какие-нибудь те кто стругают лоди из бревен создавая лоди однодревки моноксилы в четвертом в десятом не знаю еще какие-нибудь ткачи короче в каждом из этих как бы как бы отдельных поселений были разные варианты в некоторых случаях дублирующие варианты ведения какого-либо хозяйства и там же были родовые поселения разных династий и там же были поселения даже окружающих династий которые использовались как своеобразное посольство именно поэтому когда-то иготское поселение первый Донпарштад также был на территории киевского Амфиктиония потом второй уже он был как бы перенесен южнее и дальше уже потом эту тему готы потеряли они уже когда прибыли в Римскую империю они уже Рим в Новый Донпарштад не переименовывали так что так что так и Киеву не нужен Хельбудий Киеву просто нужно чтобы археологи с нормальными патриотически настроенными историками внимательно осмыслили и карту Клавдия Птолемея и упоминания у византийцев Самбатоса и упоминания Хольмгарда и в общем-то факт того что на территории Киева археологически собственно поселения прослеживаются с времен Трипольской культуры так что так что зачем нам Хельбудий зачем нам выискивать какую-то хрень достаточно поздно если чисто археологически без необходимости преклоняться перед Византией и с такой вот слюнкой и свилянием хвостика вспоминать о том что кто-то из наших когда-то ездил в Византию мне более нравится пример когда наш князь съездил в Византию там на лоде и поставил на колеса подъехал к Константинополю там все уже обгазились и спешно меняя штаны выбежали и такие не надо не надо они же поняли что будет дальше потому что он мог завалить мачты и по мачтам кораблей просто взобраться в город или использовать эти мачты заваливая прямо как тараны или даже носами кораблей разбивать стены Константинополя корабли на колесах это это мощнейшее орудие осады и они поняли что сейчас будет поэтому они перед нашим князем склонились и вот это реально та поездка в Константинополь которая должна почитаться нашими историками а не то что там кто-то поехал подружился с каким-то византийским чертом и типа это для нас что-то должно значить тем более вот этого какого-то мутного хельбудия примешивать к истории Киева если он не назван отцом Самбатоса кстати а назван сыном Самбатоса то есть если это тот хельбудий если так оно как бы все и сложилось как я приблизительно умозрительно реконструировал эту историю то да он уроженец Киева но аж никак не его строитель хельбудий отцом отцом